Когда-то давным-давно в глубокой молодости слышал такую теорию, что человек не может жить без страха. То есть мне вот серьезно реально внушали, что говорили так, слушай, а вот если ты идешь-идешь, у тебя страха нет, ты раз так под автобус зашел, то есть нет страха у тебя, человек. Человек не может без страха жить, он должен бояться, иначе у него будут проблемы. То есть оказалось, что жизни без страха жить нельзя. То есть страх – это реальная нормальная вещь. И я никогда не думал в том плане, что это так и есть. Просто душа требует сказать, что ребята, невозможно это. Нормальная жизнь существует у людей, не иметь страха. Тело, чтобы не знало страха. Вот воспитывается этот, допустим, человек, эмир там какой-то, возле него тетушки, маленький человек рождается, вокруг него все эти крутятся нянюшки, все подбираются такие хорошие, красивые, мягкие все. В общем, идеальные условия. То есть человек не встречается с эмоцией страха. Представьте себе, что нет у него, никто его никогда не пугал. Как те олени на островах, где нет хищников, которые выходят, люди приплыли, они выходят, смотрят на них, стоят, но просто не знают. У них нет страха. Так и людей. Может быть так, что нет страха. Уверен, что раньше так было, что человеческая популяция начала развиваться только там, когда страх пропал у людей. То есть не пропал страх, а животный страх просто перестал существовать в среде охотников, профессионалов, которые сами по себе, представьте себе, охотник, который боится. То есть трудно себе представить тигра боящегося. То есть он царь природы, то есть у него нет конкуренции. То есть кого он может бояться? Какой страх? Вот он сам по себе такой и все. Существовала такая форма. И ранее именно те люди, то сообщество, которое стало охотниками, то есть это уже конкретно племена, которые начали заниматься именно охотой, то есть у них отсутствовал страх. У них не было конкуренции, у них не за что было воевать. У них не было этого. И поэтому люди считали, что страх – это признак животных. И только так, потому что это деструктивный страх, состояние деструктивное, если в группе какой-то возникает у кого-то страх, то есть это паранойя какая-то, то есть это уже не жилец, это живое существо в любом стаде, хоть парнокопытный, хоть где-то среди хищников. Нет такого, что если есть страх, все, это уже существо низкое, оно в самом низу иерархии будет находиться, и в конце концов оно первое погибнет, потому что у нее есть страх у этого существа. А людей вот сейчас в настоящем нашем положении, состоянии сознательно пугают. То есть почему? То есть опускают с помощью страха для того, чтобы внушать. Вот такая технология. Представьте себе, что вот зачем газеты, вот эти врачи, они постоянно врут, 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 какую-то хрень, пишут вот что-то такое, что если у тебя большой живот, это может быть признаком рака, если у тебя что-то, то это так. То есть они тебя пугают, 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 сознательно пугают. И понимаете ли, и на этом зарабатывают деньги, это их бизнес. То есть если они не будут пугать, то никто не пойдет к врачу, к этому же, или на прием. У них просто система, они работают так. Вот и политики тоже, они пытаются напугать, что вот нападут на нас сейчас, сейчас на нас нападут, или бойся, атомная война будет, бойся. Для этого мы должны оружие делать много, раз деньги выделяются уже каким-то бизнесменом специально. То есть на этом зарабатывают деньги на страхе. Посмотрите, какие огромные деньги зарабатывают страховщики, которые страхуют вот эти суда, которые мировые, вот эти все танкера, все это. Это огромный бизнес. Ни одно судно не выйдет без страховки. И это просто деньги из воздуха. Куда они потом эти деньги идут? А эти деньги идут во многом, большая часть идет на образование, на содержание мировой системы образования. Чтобы вы знали. Кроме того, что эти деньги кормят семейства многие, они еще дают денег, чтобы западным этим университетам, самым большим, чтобы они собирали со всей, со всего мира самых талантливых людей. И платят им какие-то стипендии, забирают к себе и учат. Они создают определенную элиту, которая в конце концов потом распространяет эту всю систему страха дальше. То есть называя капитализм, глобализм, как его ни назови, демократизм. То есть они вот эту систему создали, которая работает на страхе, и работают с помощью нее. То есть мы помним, да, как страх в телевидении развивали, когда в Китае начали падать люди, а потом показывают, что это постановка, что за углом с камерой стоит человек, а тут выходит только, выходит раз, падает, и все подбегают, ой, что с тобой случилось? И людей напугали, и раскрутили истерию. Погибло очень много, а заработалось сколько? Сейчас на оружии зарабатывается страх, страх, страх. Вот, ребятушки, что такое страх для данной цивилизации? И никто об этом не говорит почему-то, да? Никто не говорит, просто пугают. Цыгане пришли к власти, такие инфо-цыгане, которые весь свой бизнес построили на том, чтобы загрузить людские мозги и напугать. Вернее, сначала запугать, а значит, они внушаемы. Страх делает человека внушаемым. То есть присутствует у тебя страх, значит, у тебя присутствует и внушение. Все, ты попал в человек. И такие масса вот этих потребителей сидят перед телевизорами и пожирают эту рекламу, скармливают, а потом идут, делают то, что им говорят. То есть вот такая вот система страхования, пугания, которая вот эта западная система, мироздания, так сказать, цивилизация. И научный институт является основой этой цивилизации. Научный институт, который здесь, вот в России, вот сейчас, в данный момент, пугает людей и делает из них внушаемых. То есть они стараются их вести за собой. Ну вот не получилось. Ну вот сейчас так не выходит у них, но они все равно стараются. И с помощью образования они надеются на то, что вот через 10-20 лет вот все пройдет, и все, и они снова придут к власти. И нужно с этим делать что-то, да? То есть это нужно что-то с образованием менять, нужно с мироощущением человека менять. Нужно внушать человеку, что человек, страх это животное. Животное, это животное состояние, это не свойственно человеку. А после этого еще нужно потом подумать, чтобы додумались эти депутаты Госдумы, вместо того, чтобы они хренью там разной занимались, чтобы они взяли и создали инфогигиену, чтобы они запретили рекламу страха и запугивания людей за деньги, без денег, вообще как угодно. То есть реклама страха запрещена во всех изданиях. То есть вот нет и все. Никакая это самое сердечность не может говорить. Человек, слушай, если ты к врачу не пойдешь, ты заболеешь и умрешь. Понимаете? Как они о тебе заботятся? Ну ты же должен пойти, а потом заплатить, или же заплатят за тебя государство, и все равно им заплатят. Сейчас у них программа такая, за больших чиновников купить нескольких, и через них проводить все программы. И все. А зачем? Иначе как? Не надо никому внушать. Тебе скажут, что иди вакцинируйся. И ты пойдешь и будешь вакцинироваться, и маски купишь, и тесто будешь покупать из-за страха. А это все стоит, это все бизнес. Вот такой вот бизнес сейчас и продолжается.